Привет, ребята! Как дела? Сегодня 10 июня 2017 года. У моей жены скоро день рождения, и я ей особо никогда подарки не делаю, но иногда цветы там куплю. Короче, пластинка завалялась у меня. Я делал детали, и пластинка D2. И, короче, я решил жене моей топорик вот такой сделать. Закалил все, сделал ручку, как видите. Ну, так, не очень может быть. Аккуратно, детством я этим не занимаюсь, ножи делать, да что. Ну, вообще-то это интересно. Топорик я как-то себе подварил, там подточил. Ну, в общем, сделал вот такой вот ей топорик. Написал лучшему повару от мужа и детей. Ну, я от детей написал неспроста, потому что у меня завалялся со старого еще 15 лет назад моего проекта электрод вот такой. На нем вырезано лицо моей дочери старшей, когда ей было, я не знаю сколько, в школе училась фотография, может, лет 8, не знаю. Ну, короче, я ее фотографию прожег вот сюда на этот нож, да? Вот так вот видно, как вам тени совпадают или нет. Вот так вот сделал такой, значит, ножичек на память и написал, уже по-английски написал Thanks, Mom. Спасибо, мама, да? Вон там наверху видно, нет? О, сейчас видно вроде бы, да? Окей. Ну, значит, мы вот такой коротенький видосик сделал. А, топорик или, как сказать, тисочек такой, ножичек. В общем, детством заниматься там, резать бумагу и помидоры не будем. Давайте просто не по-детски валим вот так вот лезвие в лезвие. Русский нож и американский. Кто выиграет? Так, ради интереса. Не против? Давайте посмотрим. Сейчас, я выключу, наверное. Не, выключать не буду. А, не выключу. Привет, ребята, еще раз. Уже 14 июня 2017 года. Короче, взял я нож этот домой. И, короче, жене он понравился, но он не дорезает. Он слишком плоский. То есть лезвие слишком ровное. Нужно шлепануть дугу в нем. И я сам попробовал порубить огурчик. Рубит хорошо, но не дорубает. Надо на доске же его как-то ровно держать или что. Ну, надо, короче, дугу. Ну, а как шлепанешь, если там 2 метра радиус или 5 метров радиус, надо такую еле-еле заметную дугу. Думал, думал я, ну, не буду же я как американц, вот так вот на гриндере в баню руками точить. Это детство, опять же, да. Так что я думал, думал, не знаю, получится или нет. Сам не делал никогда так. Но я его прогнул на синус-плите. Вот, сейчас покажу. Вот, короче, примагнитил я его на синус-плите с вот этими полтора миллиметровыми пальчиками. С каждой стороны к самому краю. Значит, я надеюсь, что это создаст дугу в лезвии, да. Хотя вот этот вот главный угол я не хочу перешлифовать таким образом. Я только второстепенный угол, вторичный. И с этой стороны я надеюсь, что я положу эти же пальчики в этом же месте на краях и выгну ее в обратную сторону и шлифану тоже с дугой этот вторичный угол на обратной стороне. У меня первичный угол только с одной стороны, да, а вторичный с обоих сторон. Так что попробуем сейчас шлифануть. Сейчас начну и потом включу камеру. Короче, вот. Я синус-плиту развернул специально, чтобы запахаться на одной стороне сначала, а потом на другой. Что-то слишком может запахивается, не знаю. Да, наверное, слишком. Сейчас я поменяю, наверное, пальчики мои. И поставлю не полтора миллиметра, а может быть, три четверти миллиметра. Значит, не одну шестнадцатую, а одну тридцать вторую. Короче, пришлось закрепить нож получше. Поставил на один миллиметр, грубо говоря, один миллиметр, три шестьдесят четвертых пальчики. И в тисках лекальных, значит, параллельку. И согнул нож между параллелькой и вот этой... Ну, нож между параллелькой, короче. С помощью вот этих вот пальчиков, да. Ну, дуга, конечно, большая получается. Не такая, как я бы хотел, но... Ну, ладно. Колесо маленечко не заправлено. И вид, конечно, у ножа маленько необычный. Сейчас заправлю колесо, может быть, попробую закончить этот край. Вот, в общем, я заправил колесико и сейчас маленечко прижму вниз и выйду потихоньку. Эта вибрация все равно есть на краях. Может, лучше не выходить. Края поджаты, висят. Я лучше, наверное, их закончу вот в этом месте. Когда все лезвие поджато колесом вниз и не вибрирует. Наверное, вот так и закончу. Сейчас нож достану, посмотрим. А потом я переверну. Видите, я там поставил отметочки фломастером, где у меня был пальчик. Чтобы, когда переверну на обратную сторону, в то же самое место, а то дуга плывет. Если ее не туда, то край будет не параллельный, по-моему. Значит, вот так выглядит нож. Ну, тут, конечно, сопли эти остались. Фольга такая по краям. Да, сейчас я... Видите, этот край, конечно, неправильно выглядит теперь. Сейчас я этот край переверну и я надеюсь повторить вот эту же самую дугу с той стороны, с теми же пальчиками. И, возможно, дуга, она не совсем правильная. Она подвержена тискам. Тиски, видать, шмут вот здесь вот углами, да? Может, вам заметно есть переменность какая-то в дуге. Как будто здесь радиус, а здесь идет небольшая плоскость, потом опять радиус. Ну, ничего, попробуем. Может, надо было подложить под челюсть тоже что-нибудь. Короче, вот, перевернул нож на другую сторону. Сейчас я иду вниз, чтобы догнать старую заточку. Вот, все, уже слышите по звуку, да? Сплошная уже заточка идет. Опять, мерещит на краях. Я ее, наверное, опять же остановлю вот здесь посередине и выйду. Вот так вот. Сейчас выйдем и посмотрим, что получилось. Ну, вот такой получился ножичек. Конечно, первичные и вторичные углы не совпадают. Этот был пошлифован прямо, а этот пошлифован в согнутом положении. Но это уже как есть. А вот эта вот часть более-менее получилась. Если посмотреть на само лезвие, то, честно сказать, видно, да, что сделаны на станке, а не вручную. Конечно, параллельность может быть не идеальная, но довольно прилично получилось, по-моему. Это сам режущая кромка. Ну, а само собой, самое-самое лезвие уже можно и камушком подправить, да? Даже камера видит, что здесь лицо. Она квадратик наводит. Узнает, что это человеческое лицо. Так, по-моему. Ну, ладно. Спасибо, что посмотрели, ребята. До свидания.